Приветствую вас друзья на канале. В этом видео я буду собирать сверх мощный аккумулятор для электрической лодки из четырех литий NMC элементов на 150 ампер час. Это очень качественные элементы широко известной фирмы Cuttle. Ранее на канале я уже тестировал эти элементы, правда они были в сборках по 4 и 5s, соединенные алюминиевыми шинами и в алюминиевом корпусе. Из них я собирал аккумулятор на 48 вольт для вилочного погрузчика. Ссылки на аккумулятор по вилочному погрузчику и тесты этих сборок я оставлю в описании. Кому интересно, обязательно переходите, посмотрите, если не смотрели. Эти элементы имеют следующие характеристики. Емкость, как я уже сказал, 150 ампер час. Внутреннее сопротивление 0,2 миллиома. Размеры в длину 150 миллиметров, ширину 80 миллиметров и в высоту 100 миллиметров. Вес одного элемента 2,6 килограмма. Допустимые токи разряда от 3 до 5 c. То есть, если мы умножим 150 на 3 и 150 на 5, то получим 450 и 750 ампер соответственно. То есть, их можно разряжать током 450 и даже 750 ампер. Для них я подготовил вот такой вот корпус. Это был аккумулятор свинцовый на 95 ампер час. В этот аккумулятор они помещаются вот таким вот образом. Конечно, было бы классно, если бы они помещались вот таким вот образом вверх клапаном, но это ничего страшного. Эти элементы можно размещать и таким образом. BMS буду использовать вот такую. Она на 120 ампер. С помощью нее можно запускать даже двигатели до одного литра. Так как элементы стоят боком, BMS буду располагать сверху. Здесь она без проблем будет себя чувствовать. Соединять буду сбоку шинами. Первое, что нужно сделать, это расположить правильно элементы. То есть, если BMS будет располагаться сверху, думаю ее расположить вот так вот здесь, то вот здесь это минус. Как раз BMS пойдет сюда. Здесь перемычка с плюса на минус. Здесь с плюса пойдет на минус этого элемента. И снизу с плюса на минус этого элемента. И плюс выйдет отсюда. Будет прям замечательно. И для того, чтобы элементы электрически отделить друг от друга, изолировать, то нужно вот здесь оклеить термостойким скотчем вот эти места. Получается вот так вот отделить их друг от друга нужно. Вот у этих двух элементов оклеил вот эти грани. И этого будет достаточно. Теперь нужно механически соединить элементы, стянуть их армированным скотчем. Сейчас дополнительно еще проклею термоклеем швы. И поверх швов приклею вот такой вот широкий армированный скотч. Скотч наклеил. Также изолировал термостойким скотчем радиатор. Хоть он здесь и развязан. Никак не контактирует с электронными компонентами. Но все равно так спокойнее. Сейчас приклею BMS и буду приваривать никелевые ленты. BMS приклеено. Теперь можно заняться электрической частью. С B- провод я припаяю вот сюда на минус. Через элемент здесь у нас плюс пойдет на минус следующего элемента. Через элемент на плюс. С плюса этого элемента пойдет на минус вот этого элемента. Через элемент на плюс. С плюса на минус следующего. Через элемент на плюс. И этот плюс выйдет с батареи. А минус батареи я возьму вот отсюда. То бишь плюс отсюда, минус отсюда. Выведу проводами. И можно будет заняться балансировочным разъёмом. Буду использовать силиконовые провода американского стандарта 10AVG. Так. Здесь всё припаяно. Отлично. Теперь начну соединять никелевыми лентами элемент. Здесь будет перемычка. Отсюда сюда перемычка. И вот здесь перемычка. Всё. Элементы соединены с B- на минус. Далее. Следующий элемент здесь перемычка. Тут перемычка. Я решил её сделать тем же силиконовым проводом. Чтобы было понадёжней. Ничего здесь не истёрлось. На третий элемент здесь ещё одна перемычка. И выходит на плюс. Всё. Теперь можно припаять балансировочные провода. Но перед тем, как припаивать провода, я закреплю разъём вот здесь. Потому что я его не подключаю в BMS. Это чревато тем, что можно неправильно припаять балансировочные провода и выжечь BMS. Я прихватываю клеем, чтобы можно было просто отмерить длины проводов. Всё. Разъём здесь держится. И я смогу легко размещать здесь провода, фиксировать их термоклеем и припаивать здесь к элементам, уже к перемычкам. Получается, минус будет припаиваться к минусу элемента. Следующий по счёту от B- от чёрного провода. Белый провод. Он пойдёт вот на вот эту перемычку. После белого синий, он пойдёт на вот эту перемычку. Я его припаяю либо сюда, либо сюда, без разницы. Дальше жёлтый. Жёлтый припаяется вот сюда. И красный припаяется к выходу, к плюсу батареи. Всё. Балансировочные провода припаяны. Как я уже и говорил, чёрный B- идёт на минус батареи. Следующий, белый, идёт в следующую по счёту перемычку после минуса. Синий идёт на вот эту перемычку. Жёлтый на вот эту перемычку. И красный на плюс батареи. Если ничего сложного нету, теперь нужно перед тем, как подключать разъём, прозвонить его обязательно. Для чего всё и делалось. Не подключая разъём, для того, чтобы его потом прозвонить и определить, правильная ли полярность. Да, всё правильно. Теперь ещё раз ставлю на минус, на белый 3.6, на синий должно быть вдвое больше, на жёлтый ещё плюс 3.6, и на красный 14.4 вольта. Да, всё верно припаяно. Можно подключать BMS. Сейчас на её выходе ничего не должно быть. Ну как, неполное напряжение должно быть. Вот выход батареи и плюс 13 вольт. А полное напряжение 14.4 вольта. Сейчас подключу разъём. Если BMS работает, то на выходе будет 14.4 вольта. Волшебный синий дым, на котором работает вся электроника, не пошёл. Значит, всё должно работать. 14.4 вольта. Здесь 14.4 вольта на выходе. Да, всё, транзисторы открыты. Всё работает. Сейчас припаяю плюс батареи вот сюда. И минус батареи вот сюда. И выведу два провода. Провода припаяны, минус и плюс. И осталось припаять диод и конденсатор на выход батареи для защиты от самоиндукции. Я припаиваю их сразу параллельно и впаиваю на вход, чтобы защитить плату BMS от самоиндукции. Плюс диода на минус, минус диода на плюс. Конденсатор использую биполярный, там без разницы, как его припаивать. Диод выбираю вольт на 500-600 с прямым током в 2-3 ампера. Можно, конечно, и больше. Также и по напряжению можно выше. Конденсатор тоже. Вольт на 600, можно на 1000 вольт. 0,2-0,3 микрофарада, можно 1 микрофарад. Это будет даже лучше. Особенно, если к выходу будут подключаться мощные двигатели, то там можно, конечно, емкость подобрать побольше. И диод с большим током. Сейчас припаяю диод с конденсатором вот в это место, к плюсу и минусу. То есть, к выходу батареи. Защита от самоиндукции установлена. Теперь можно поместить аккумулятор в корпус от старого свинцового аккумулятора. И теперь, завершающая стадия, нужно припаять вот эти вот провода выхода аккумулятора клеммом на верхней крышке корпуса. Также я хочу установить вот в это место индикатор заряда батареи, где-то посередине корпуса. Здесь просверлю маленькое отверстие, чтобы провода вывести и приклею на двухсторонний скотч. А сами провода выйдут вот отсюда и припаяю я их также клеммом, чтобы меньше соплей было. Если крышку придется открывать, чтобы они здесь не мешали. Наклеил двухсторонний скотч. Он армированный. Ему очень удобно что-то клеить. Особенно соединять элементы литиевые между собой. Если позволяет толщина, конечно. То, что он имеет кое-какую толщину, но очень прочно склеивает. Все, осталось припаять. Так, здесь минус. Минус сюда. И плюс сюда. Ну и также индикатор подпаять. Сюда минус и сюда плюс. Все, провода припаяны. Индикатор работает. Аккумулятор практически заряжен. Осталось дело за малым. Я хочу приподнять элементы. Подложить под них спененный полиэтилен, либо еще какой-нибудь демпфер. Также уложить демпферы по краям здесь, чтобы он не болтался. Можно будет нанести термоклей по периметру. Прогреть все это дело паяльной станции равномерненько. И крышку, и корпус. И посадить ее на место. Дополнительно, конечно, можно армированным скотчем стянуть здесь. Это на случай, если будет рывок за провода, за клеммы. Чтобы крышка 100% не оторвалась. Можно дополнительно стянуть скотч. Но я думаю, это уже избыточно. Все, аккумулятор готов. Индикатор работает. На этом, думаю, видео завершить. Все, что я использовал в этом видео. Элементы, BMS, скотч и прочее. Я оставлю в описании, вдруг кому пригодится. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Делитесь этим видео в соцсетях обязательно. Ставьте лайки, комментируйте. Так я вижу обратную связь. Вижу, что видео вам нравятся. И я трачу время на них не зря. Увидимся в следующих видео, друзья. Всем пока!